Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбин, а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательный гость Александр Ронкин, он же злой Киргиз. И на связи с нами главный редактор газеты «Спутник» Марк Горин. Марк, рады тебя приветствовать. Добрый день! Да, взаимно очень рад. Тема, которую я хочу вам предложить, она, на мой взгляд, достаточно скандальная отчасти. Глава туристической группировки «Хамас» в Газии Яхья Синурова заявил на днях о готовности немедленно возобновить прямые переговоры с Израилем по поводу обменной сделки, обменять хотят останки двух израильских солдат, Орона Шауля и Адара Гольдина, чьи тела оказались похищенными боевиками в 2014 году. Ну и плюс еще есть там два бедуина и один эфиоп, которые сами туда перешли, в сектор газу. И вот их хотят обменять, по словам Синуара, на 1111 террористов. Сразу, естественно, я вспомнил наш замечательный роман с теми же террористами в 2011 году, когда за одного солдата, попавшего в плен к ним, Гелада Шалита, отдали 1027 террористов, причем 279 из них были осуждены на пожизненные сроки за убийство израильских граждан. Я лично тогда испытал колоссальный стыд. Нас ждет стыд в новом варианте, Саша? К сожалению, думаю, что да. Не взирая на то, что здравомыслящие люди давно и однозначно утверждают, что подобного рода сделки ведут только к ухудшению положения нашей страны. История эта очень как бы непростая, когда дело касается живых людей, когда дело тем более наших солдат, которые государство послало воевать, из-за которых государство несет прямую ответственность и перед их родителями, и перед ними самими, но и перед обществом в целом. Тогда понятно, что тут возникает очень сложная морально-этическая дилемма, и что на такую сделку всегда можно посмотреть с двух сторон, всегда можно попробовать порассуждать так, а если, не дай бог, это был бы твой ребенок, и сколько бы ты жизнью и врагов готов был бы отдать для того, чтобы спасти своего ребенка. И, казалось бы, при всей правильности, логичности такого рода рассуждений, мы, к сожалению, должны признать, что это тоже абсолютно тупиковый путь, насколько бы он не казался нам человечным и правильным, и глава государства не имеет права рассуждать подобным образом, даже если бы дело касалось его собственного ребенка. Глава государства все-таки должен исходить из каких-то общих интересов. Тут трудно как бы посчитать и сказать, да, а сколько нужно было бы отдать, там, двух, пятерых, десятерых, а десять это много или мало, а может быть, на девятерых там, или условно говоря, девять с половиной, да? Там стоит тяжелая морально-этическая проблема, связанная и с безопасностью и так далее. Мы все прекрасно понимали, что эти выпущенные террористы буквально на следующий день или даже в этот же вечер вернутся к своей деятельности, и что нам придется их или отлавливать, или убивать и тратить на это снова наши жизни, и сколько они еще убьют наших в обмен на одного освобожденного и спасенного, это неизвестно. Ну, что-то я... Но когда речь идет о трупах, как бы я уважительно не относился к нашей иудейской религии, к нашим традициям, то возникает... То я считаю, что это абсолютно средневековая дикость, когда за трупы, пусть даже самых уважаемых, для кого угодно, но прах и... Уже прошло столько лет, там что там осталось от них, разве что их в морозильнике держали, гуманные палестинцы, отдавать живых, действующих террористов, которые потом убьют еще наших людей. Это безумная глупость и безобразие. И я считаю, что за подобного рода сделки министров, которые ответственны за них, нужно... нужно отстранять. Просто от работы. Это не профессионализм, это не готовность к выполнению столь тяжелой, непростой работы, не готовность к такой моральной ноше. И во многом я могу сказать, что и те две как бы живых кандидатуры на обмен, те два израильтянина... Три, три. Три. Два бедуина и один как бы эфёб, которые не являются солдатами, посланными туда государством, не являются военными, которых мы послали защищать нашу родину и которых захватили в ходе боевых действий. За них как бы государство несет определенным образом ответственность, но люди почти практически сознательно... Не практически, а сознательно. Они знали, куда шли. Они взрослые люди, они не дети. Они должны отвечать на свои поступки. Если бы нам предложили их обменять, не знаю, там, на деньги или на подобного рода несчастных палестинцев, которые заблудились на территории Израиля. Израиль, понятно, не берет заложников. Это было бы одно. Но когда люди предупреждены и знают, что там грозит опасность и на свой страх и риск едут туда, мне кажется, категорически нельзя ни в коем случае менять их на живых террористов, тем более с кровью на руках. наше общество, наша страна должна сказать решительное нет. И тот политик, который пойдет на подобного рода сделку в угоду своим электоральным интересам, должен быть немедленно выброшен на помойку. Точка. Марик, у меня к тебе вопрос другого плана, но тоже, естественно, об этом. Я вот специально поинтересовался, когда в 2011 году принималось решение правительства, голосование правительства, которое возглавлял все тот же Бенемин Танягу, всего три министра из 29, тогда было 29 министров. Так вот, три министра проголосовали против министра стратегического планирования, тогда Моше Буги Айлон, бывший начальник генерального штаба, из партии Ликпут, он тогда там был, министр национальной инфраструктуры Узи Ландау, министр иностранных дел Виктор Либерман, оба из партии Наш Дом Израиль. На твой взгляд, как может сложиться голосование на этот раз? Во сколько новое, судя по всему, правительство, которое, да, будет входить в Виктор Либерман, оценит жизнь останков двух израильских сообществ, солдат и трех, извините, сумасшедших? Во сколько, я имею в виду, во сколько террористов? Во сколько новость жизни израильтян? Это уже потом будет, производная. Во-первых, в строках своих слов, во-первых, в своих словах я хочу вспомнить, как мы с Сашей, тогда, когда речь шла об обмене Гевада Шалита, на другом ресурсе, журналистском, спорили, мы занимали разные позиции, и вот в первой своей части своего выступления, я думаю, что наш Суш, ты помнишь, вот мне две минуты назад, Саша буквально дословно приводил те аргументы, которые приводил тогда я. Мы были на разных позициях, и я должен сегодня извиниться перед радиослушателями, перед которыми мы об этом спорили. Я поменял свое мнение. События дальнейшие меня переубедили, убедили в тогдашней неправоте. Один из людей, чья, так сказать, военная биография не подлежит сомнению, сегодня политолог Яша Кедми в моей программе на ИТОН ТВ в эфире сказал очень важную фразу по поводу подобных событий. Погибать за родину ходит профессиональная обязанность военнослужащей. Это относилось и к истории с Гелатом Шалетовым, ну и отчасти к сегодняшним делам. Теперь два слова по поводу прямого ответа на твой вопрос. Я очень надеюсь и в общем-то мерю, что в большинстве в новом правительстве я надеюсь, что оно придет, правительство перемен, принесет перемены, в том числе и перемены по отношению к той поступке вопроса, которая тогда была проявлена сегодняшним премьером. Присутствие в правительстве Либермана, Зайва Элькина, Либерман, Зайва Элькина, Беннета, их биографии, их позиции, обещают, что в большинстве останутся те, кто будет против подобной сделки. Еще несколько, буквально два-три слова. Я считаю, что вообще это будет решение, что мы обмениваем один к одному. Сцепить зубы Гео Коэн, выдающийся гражданка Израиля, когда-то в ответ на подобный вопрос кричала, когда ей спросили, а если бы твой сын наричал, я бы виллу белугой, бросалась, как тигрица, убеждала премьер-министра пойти навстречу любым предложением. Но перед этим я бы написал расписку «Не слушайте меня!» «Не прислушивайтесь!» Это гопли матери, а не гражданки. В этот момент были бы «Не слушайте меня!» И мы предоставляем полномочия правительству и его главе, освобождая их от этих отеческих, материнских чувств. Они должны исходить из интересов государства, а не семьи. это такая на них возложена ответственность населениями избирать. Я надеюсь, они об этом вспомнят. Что касается этих несчастных и больных, может быть, там людей, то есть мучить больных людей это вообще проявление жуткого вискультуры, почему мир смотрит. Надо говорить об этом кроме того. Это наши соседи и хамас. Какие есть хамас? Это наши соседи. Говорите об этом громким шухам, кто пытается их, так сказать, как-то приваскать, накормить. Что? Это не люди. Я еще понимаю, если бы речь была о солдате, ну, можно было бы говорить, требовать чего-то, но тут же речь идет о больном человеке. Какая разница, что-то, ну, что это вообще, это даже стыдно и больно говорить, неважно, израильтянин или палестинец, это больной человек. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, надо один раз сказать, мы меняем. О больных в них вообще не говорили, про дикость. Но, нормально, бывает, да, берут заложники, мы не берем, они берут, меняем от того на одного. И когда они поймут, что нет смысла воровать, они, я думаю, так как было, говорят, я при этом не был в самом начале, когда мы не отказывались, когда его там мэр говорила, что мы не разговариваем с террористами, ну, вот, вот, надо сказать это сегодня, вспомнить, кто мы, что мы, какому государству и народу принадлежим. Сказать один раз цепить зубы, да, и во имя этой большой народной идеи может быть, может быть, страшной причалью на глазах, ну, возможно, она приведет к каким-то потерям. даже когда войны приводят к потерям, ну, это мы живем в состоянии войны, потому что мы, 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 мы приведем к худшему потерю. У меня есть маленькое предложение, совсем маленькое. И у меня тоже маленькое предложение, может быть, ты его по достоинству оценишь. Я помню, наши политики, честно говоря, не помню кто, не хочу никого обидеть, просто не помню, предлагали, была здравая мысль, принять закон о том, чтобы запретить подобного рода обмены, чтобы обмен шел, обмен шел один к одному. Это ненормально, когда на одного солдата до живого 1200 человек. Совершенно верно. А мое предложение еще дополнить закон следующим. Вы хотите выменять как бы тела или трупы, получите обмен тоже трупы. А если они еще не трупы, так давайте сделаем, чтобы были трупы. Ну, у нас с тобой нет кровожадности, но это не так. Нет, но это не позиция. Позиция такая. Мы живых на трупы не меняем. Это однозначно, я понимаю, бой матерей, и тем не менее, должна быть государственной, по стокам, живых на трупы не меняем, живых меняем один к одному. Я согласен, что мои слова, которые я только что произнес, рассматривались как законодательное предложение. Марик, спасибо, 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 Саша, за этот откровенный разговор. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Ну, а как решит правительство, новое, очевидно, правительство, поживем, увидим. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok